Работа в президентском пуле. Звучит, как и подъем на нее в 5.30 утра. Вот как на этой неделе. Доброе утро. Ночуем в деревне Колбовича. Отсюда предстоит еще полчаса езды до точки, где будем работать вместе с первым. Такие виды на рассвете, конечно, вдохновляют. Это я понимаю, деревня будущая. Работаем на полигоне Абуз-Лесновский, недалеко от Барановича. И здесь проходят розыгрыши тактических эпизодов и союзные учения. Наш пресс-центр прямо в палатке, внутри хаос, но на нашем языке это называется рабочая обстановка. Мероприятие хоть и выездное, но все-таки рядом президент. Протокольный дресс-код даже на полигоне не всех репортеров отпускает. О некоторых в полевых условиях и не узнать. Привыкли, что все время в гражданском. Меняемся под обстановку. На этот раз президенту покажут беспилотники и средства борьбы с ними. По этой теме здесь первому докладывали уже раньше, но появились новые модели, другие технологии. Площадка подготовлена, муляжные объекты, инфраструктура, транспорт. Все это мишени. Для военных очередная тренировка. Но когда по сценарию президент такое не любит. В бою вам тренироваться никто не позволит. Мы для наглядности накрыли мишени, они видны. Сейчас по ходу показа, вашим решением, мы будем говорить по какому объекту. Его можно прямо на поле менять. Никакой показухи быть не должно. Как только прозвучали заявления первого, уже через минуту они должны быть на инфолентах и в соцсетях. Репортеры на своей волне в такой момент не до условностей. А в целом военный порядок, от быта до питания, кухня, ну практически полевая, угощение из соседнего слонима. За них отдельное спасибо. Это секретный режимный объект. Много из начинки, созданных нашими военнослужащими, запчасти печатают на 3D принтере. Ну то есть понимаете, самодельное оружие, которое создается, ну очень быстро, чуть ли не из подручных средств. Дрон размером с птицу. Ее может быть не видно, не слышно, а вот ущерб. Вот это изделие, стоимость которого меньше тысячи долларов, может уничтожить дорогостоящий танк стоимостью несколько миллионов долларов. Дроны – новая реальность войны. Любое государство предпринимает меры по защите от террористических атак, и Беларусь – не исключение. Самый топ – наше семейство ГРОС, станция Помех, а есть и переносные средства радиоэлектронной борьбы. Вот такое в простонародье глушилка. Вот это изделие небольшое закрывает какой-то определенный участок, где по зону, тем самым лишая возможность дрону летать. Проверенные возможности этого изделия перекрыли наши требования в техническом задании на 20-30%. Президент скажет, тенденции к развязыванию войны против Беларуси не наблюдается. Тем не менее, обстановка вокруг остается острой. В плане обороноспособности главнокомандующие ориентируют военных действовать так, как если уже вдруг. Поэтому формулировки пусть не удивляют. Нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Система обороны страны создана, но будут и обновления, а еще масштабные проверки. Уже зимой. Мы решили создать еще одно подразделение из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии. Но и новые кадры с учетом трендов современной войны в Беларуси тоже будут готовить. Принято решение коллегии Министерства обороны о создании кафедры применения беспилотных летательных аппаратов в военной академии. Военные кафедры будут открывать и в инженерно-технических вузах. Президент приехал на неделю в один из таких – Багуир. Почему? Этим все сказано. Молодежь – будущее нашей страны, и очень важно то, какое у вас настроение, что вы думаете о будущем. А что сами ребята думают про Лукашенко? Он поменял свою форму одежды, как бы вышел такой на более молодежный тон. Это вообще как бы глаз радует, потому что и выражается это тоже на молодежном станке. Это просто прям вот, ну не знаю, взрыв в башки, потому что любого другого президента, посмотри, он как бы не рубит дрова, он как бы там не играет в хоккей. А наш президент, он просто, он настолько молодежный человек. Поначалу у ребят есть и волнение, и скованность, но когда завязывается разговор, как говорится, совсем другой вайб. Побуду диктатором. Круто. А когда нам ожидать следующий набор для полета в космос? Ну, где ты была раньше? В школе. Вон парень с бородой. Наталья Иванова лоббирует какого-то парка. Были вопросы и про учебу, но и про жизнь. Работу самого президента многое интересовало. Искусственный интеллект первому речи не пишет. Работать с огромным массивом информации, держать все в голове, не каждому дано. Весь секрет в том, что... Президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных элементов, свойств и качеств президента, то ты даже несуйся в эту сферу. Городские попросили президента вникнуть в вопрос стартапов. Лучшие идеи он пообещал поддержать. Но и для периферии важный проект получит развитие. Сможем ли мы в обозримом будущем увидеть реализацию проекта «Умная деревня»? Даже если я не буду президентом, мы с вами съездим. Ну, тут пресс-секретарь молодая, поэтому она еще будет работать. Позвать надо будет тогда Павла, и мы съездим, посмотрим «Умный город». А что такое деревня? Это несоизмеримо меньшее. Ну, возьми, сделай деревню «Умной». Тут большое количество университетов можно задействовать. Это я тебе обеспечу. Настоящий фурор произвел мобильный телефон первого. Много ли в стране людей, которым звонит сам президент? Студентке Дарьи будет что вспомнить в жизни. Это специальный связь. Наша связь, только белорусская. Благодарю вас за ответ и за возможность пообщаться с вами по мобильному телефону. Было и очень серьезно. Про недавнее помилование. А верите ли вы вообще в то, что они раскаялись? И собираетесь ли вы продолжать в дальнейшем эту практику? Да, продолжать я буду, Аня, потому что это моя работа. Это конституционная обязанность президента. Не каждый обещания свои выполняет. Ну, верить-то надо людям. То есть вы считаете, что стоит все-таки давать людям второй шанс? Конечно. Почти три часа диалога. Конечно, физически на все вопросы ответить невозможно, но мы спросили у ребят, которые не успели их задать, а что еще хотелось услышать. Если бы он сейчас был студентом, куда бы он поступил и на какую специальность? Я бы поинтересовался насчет организации улучшения инфраструктуры сельского хозяйства. Было бы очень интересно в целом узнать, как происходит распределение в IT-роту. Как знать, возможно, в будущем эти ребята те самые новые кадры. На этой неделе должности получила местная вертикаль и руководители топ-предприятий страны. Мы не будем готовы отвечать на абсолютно твои вопросы. Так и получилось. Президент сходу решил спросить у нового главы Лицкого райисполкома, что он думает о своем предшественнике. Сергей Ложечник рекомендован на должность гендиректора биотехнологической корпорации. Он справится? Только давайте так, по-мужски. Это мой коллега Сергей Васильевич. Я его знаю как коллегу, очень пытливого, очень целеустремленного человека. Особенно на первых парах. Я сам у него учился, поэтому я считаю, что да, справится. Конечно, мы спросили, как ощущения после такого внезапного интервью. Я, собственно говоря, всегда говорю так, как думаю. Я говорю искренне. 20-й год показал, что нельзя обманывать, нельзя врать, нельзя приукрашивать ситуацию. Надо говорить так, как есть. Новые должности в самое непростое время. Впереди президентские выборы. Вы в своей стране никого не должны бояться. У вас не должно быть никакого сомнения, что мы не просто прорвемся, мы сделаем все то, что мы должны сделать. Люди нам верят, доверяют, и мы не должны обмануть их ожидания. Первый. Я забегаю. Обычно все ждут первого, но тут получилось наоборот. Пожай, пожалуйста. Зал один и тот же, но уже вторая партия руководителей. Среди них новый гендиректор тракторного завода, предприятие «Белэнерго», «Белфторчермет» и ректор Госакадемии ветеринарной медицины. Нет главных и второсипенных предприятий за этим столом. Вузы готовят для нас кадры. Думаю, понимаешь, что такое НТЗ для Беларуси. Это бренд брендов. Ну и лучшие школы, чем у нас в Беларуси по тракторам в мире нет. Ну кто был первый, кому вы сказали, что предлагают такую должность? Это был ВОВК или... Виталий Михайлович сам меня номинировал на эту должность. Мысли отказаться не было, были сомнения. Поскольку с Виталием Михайловичем ВОВКом мы очень много разработали программы развития завода. Часть из них реализовывается, часть еще в перспективе. Ну, скажем так, для меня это было неожиданностью в том, что помимо генератора идей и реализатора, мне еще нужно выполнять контролирующую функцию, как бы стоять над процессом. Если во Дворце Независимости обычно и звучат предложения, то это касается новых должностей. Но на этой неделе было самое внезапное. Такое впервые. До сих пор вот такой вот мандраж, такое место, такое знаковое место в Беларуси. И мне просто делать предложение, я в шоке. Что ты скажешь? Я сам очень сильно волновался, и я даже не знаю, как к этому готовиться вообще можно, нельзя. Волнение просто зашкаливало. Безумно очень рад, что я сделал буквально это в сердце Беларуси. И безумно благодарен всем, кто в этом помог. Помогу. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»